Капуста Качанчик увесистый, массой около 8 кг. Это точно. Это сорт, который не поражается сосудистым бактериозом. Сосудистый бактериоз – это когда слезаете, чистите капусту. Там бывают точечки такие маленькие. Как раз эта капуста не поражается бактериозом. И второй сорт, который устойчив к этому бактериозу, называется семко-юбилейный. Семко-юбилейный – вот он. Вот два качана. Они небольшие, с сильным восковым налетом, массой где-то около 3-4 кг. Но 100% это капуста та, которая будет храниться очень-очень долго. Еще капуста, которая не только у меня фаворит. Называется Тобия. Тобия – гибрид, который мало того, что пригоден на засолку, на хранение, он еще просто изумительно сладкий. Обжимаем капусту, убираем лишние листья. И посмотрите, какая кочерыжка. Небольшая. Тобия называется. Очень-очень-очень плотная. Капуста шикарная. Просто одна из самых лучших капуст. И вот в таком, собственно, виде я ее и буду закладывать на хранение. Именно на хранение, потому что на засолку, то, что сейчас будем солить, класть, это, конечно же, сахарная голова пойдет. А вот эта капуста, она уйдет вся в хранение. Еще обратите внимание на один гибрид, называется гермес. Это раннеспелый гибрид. Он созревает уже где-то в начале июля. Особенность этого гибрида в том, что, вот посмотрите, он вырос небольшой и до сих пор не растрескивается. Он замедляет свой рост, просто жутко плотный, как камень. Многие не могут вырастить пекинскую капусту. Юки и ричи. Это та самая капуста, которая растет. Но мы ее садим не рассады, мы ее садим тогда же, когда садим редьку, где-то в середине июля. И сейчас она в конце сентября, начале октября, она уже поспевает. В этом случае она не идет в стрелку, прекрасно вызревает, плотные каченчики вкусные образуются. Воспользуйтесь моим советом, на будущий год вы, конечно же, вырастите эту самую заветную пекинскую капусту. Ну и, конечно же, цветная капуста, она не может не расти в нашем огороде, потому что это просто кладезь витаминов, кладезь белков. Цветная капуста в этом году просто шикарная. Вот такие соцветия наросли в своей массе. То есть меньше были, конечно, были и больше, но вот в основном такие. Здесь соцветия примерно килограмма на 3,5-4. Садил три сорта. Из этих трех сортов просто фаворитами были сахарная глазунь. И фридом. Это гибриды, те, которые хорошо в наших условиях растут, и при том они покрывают головку листьями. То есть она у них вот так закрытая, то есть нет вот такой желтизны. И фронтина еще сорт, который я раньше всего собрал. У него как раз листья покрывали головку, поэтому она была просто ярко-ярко белая, как снег. Цветная капуста, она выносит просто колоссальное количество микроэлементов, в том числе бора из почвы. Именно поэтому в ней все эти микроэлементы содержатся. Именно поэтому эта капуста очень полезна. Но так как она много выносит из почвы, она требует внесения после того, как она выращена. Поэтому срезаем как доголовку. Листья можно закапывать здесь же в грядку, на которой росла капуста. Обязательно добавляем на квадратный метр доломитовые муки, пушонки или из листковой муки. Примерно горсть на квадратный метр. И примерно горсть на квадратный метр добавляем биомастера осень. Как раз для того, чтобы возместить те элементы питания, которые были вынесены из почвы. Примерно горсть на квадратный метр.